Дай почитать. Через минут 20 поняла, что пора выпить успокоительных капель, потому что я никогда не бываю одна. Пауки, клещи, грибы, всякие микроорганизмы, бактерии, многонушки, тараканы и прочие. С тех пор я не знаю, что такое одиночество. Ведь каждый из нас живет в милом сообществе невидимых глазу, но таких или вредных, или полезных малюток. Конечно, можно развлекаться, как Левенгук, и рассматривать в микроскоп воду, перец в воде, еду, и увидеть, что там все движется, что это размножается, воюет. Понимаете, это было глубокое на всю жизнь потрясение, забыть которое просто невозможно. Завораживающую и занимательную книгу Роба Дана я решила прочитать, дабы закрепить информацию из фильма. Понимаете, в книге Дана я увидела фотографию клещей, помогающих делать сыр. Жуть. Итак, эта книга «Не один дома», естественная история нашего жилища от бактерий до многоножек, тараканов и пауков. Действительно о доме, но не о его расположении, а о его обитателях, миниатюрных насекомых, грибах, микробах. Дан и его коллеги пытались разобраться в функционировании одной из наименее изученных экосистем в человеческом жилище. Результаты, приведенные в книге, итоги новейших научных исследований. После прочтения этого издания каждый испытает ужас и благоговение перед невероятным многообразием жильцов, населяющих каждый дом, каждую квартиру и каждый человеческий организм. А еще книга заставит нас задуматься о нашем бездумном и равнодушном отношении к природе, о массовом уничтожении полезных насекомых и дружественных микробов, о безалаберном употреблении антибиотиков и ядохимикатов. Жаль, что в хорошо изданной книге встречаются опечатки, но они малочисленны, а перевод прекрасный. Может, звучит отталкивающе, но мельчайшие организмы бывают просто необходимы для сохранения человеческого здоровья. Война против всех бактерий просто невозможна и вообще-то вредна. 12+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенское, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! Дай почитать!